Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 19 января По народному месяцу слову Крещение, водокрес Недаром видно говорят, кто рано встает, тому Бог подает Попробуйте крещенским утром подняться пораньше И к небесам обратиться с вопросом или просьбой Люди знающие уверяют, что в это время врата небесные открытыми стоят И каждое слово к Богу обращенное сквозь них свободно течет Не напрасно же святочные дни считаются временем духовного общения Земли и небес, людей и богов А большой двунадесятый праздник Крещения, подводящий итоговую черту Под двенадцатидневными святочными вечерами Полон чудесных знамений, превращений и деяний С 18 на 19 января христианские священнослужители, как известно, объявляют крещение Делают купель в реке и освящают купание верующих То есть совершают водосвятие Вода, как считается, становится святой Объединяет тело, дух и душу Оздоровляет человека в целом И это ведь так? Но правда заключается в том, и ученые обнаружили и подтвердили Что именно 19 января вода в естественных водоемах превращается в структурированную, симметричной решеткой И несет в себе позитивную информацию и энергию Со снегом происходит то же Ученые считают это природным явлением, связанным с движением Земли в космосе Славяне знали о свойствах этой чудесной воды задолго до крещения Иисуса И, конечно же, пользовались этим В некоторых губерниях после водосвятия и всех обязательных обрядов В прорубь втыкали палку, чтобы плодились в хозяйстве голуби и пчелы А мужики оставляли рядом с ней кнут, надеясь таким образом урезонить излишне резвых и непослушных лошадей В других губерниях на водокрес устраивались смотрины На которых парни высматривали себе невест, чтобы успеть до масленицы свадьбу сыграть И новый сельскохозяйственный сезон начать самостоятельными хозяевами А он, судя по тому, как густо сыпал с небес снег, обещал быть на редкость урожайным Значит, можно было на достаток и благополучие рассчитывать А к следующему празднику и ребеночкам обзавестись Вот еще После полуночи на 19 января вода в естественных источниках становится бесцветной и сладковатой на вкус Кислотность уменьшается По заверениям знающих людей, вода, собранная в водокрес, это биостимулятор иммунной системы Повышает обмен веществ и улучшает кровяное давление Благотворно влияет на самочувствие и аппетит Может использоваться при заживлении ожогов, язв и пролежней Незаменимое средство для славянских обрядов и гаданий Это та самая живая вода, которая появляется на праздник водокреса Живая вода, известная нашим предкам, появляется в свое время в назначенный час И снег, если его собрать и растопить в этот день, тоже обладает этими же свойствами Волшебство рядом с нами Ведь сказки о заживлении и воскрешении с помощью мертвой и живой воды известны многим А в северных деревнях в этот день молодые девчата и ребята шли купаться в прорубях для веселья и здоровья Запасались водой для больных, да и просто про запас Хозяйственные мужики сыпали в домашние колодцы чистый снег, чтобы вода в нем оставалась свежей, чистой и в изобилии Хоть бы и лето обещало быть жарким, да засушливым Тает в бодейках снег этого дня на воду на случай болезни И считается, что эта водица исцеляет от онемения в ногах, от судорог и от головокружения А если подбавить крещенского снегу в корм животинам домашним, так и они здоровее будут Снеговой водой умываются красные девушки, чтобы без румяна быть румянами, да белыми без белил Вот какой этот праздник водокрес Умойтесь 19 января чистым снегом Посмотрите на мир чистым, незамутненным взглядом И да проснется в чистых сердцах ваших память предков ваших Будьте достойными детьми, дедов и прадедов, щуров и пращуров ваших, славяне! Братья-месяцы Братья-месяцы